Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3129. «Как смотрят церковные верхи на существование на одной территории различных православных юрисдикций?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Как угодно ворочают каноны. Когда я до этого говорил, что патриаршество – не евангельское устроение, и что можно дать свободу каждой епархии, а на съезды собираться по-братски, меня за это задолбили раскольник, самочинец, еретик и прочее. Но вот дело дошло до объединения, и вдруг такой серии материалов наградили нас, что мои робкие намеки на самостоятельность епархии покажутся вовсе уже детским лепетом». Протоиерей Николай Артемов. «Поиски подлинной общей духовной основы приводят нас к тому историческому моменту, когда православная Российская Церковь была едина, когда единой соборной волей в России было восстановлено патриаршество, и Церкви возвращен ее в канонический строй. Тем самым завершился не только синодальный период в жизни Поместной Русской Церкви. Завершилась Константиновская эпоха в истории Вселенского Православия. Это плод совершенно уникального Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Досели ему нет аналогов в российской истории. К началу IV века Церковь в Римской империи состояла из сотни независимых митрополитчьих округов, которые лишь постепенно слагались в патриархаты по соображениям целесообразности. Подобным образом управлялась Церковь на Востоке, и даже в значительной степени на Средневековом Западе. Возвращение к канонам и освященным традицией формам управления было в духе Всероссийского Собора. В конце концов, на Соборе было окончательно решено не лишать митрополитчьи округа административных функций. Было также признано, цитата, «наиболее соответственным с прямыми задачами существования округов образовать их из незначительного числа епархий в каждом округе». Бурное обсуждение проекта, обилие доводов за и против, например, высказывались опасения, что в округах могут возникнуть сепаристские тенденции, сепаратистские тенденции, привело к решению продолжить обсуждение на следующий день, на 169-й сессии, где присутствовало 150 членов Собора, из них 34 архиереи. Указом предвидится возможность прекращения церковно-административной деятельности Синода, Высшего Церковного Совета и Пархиальных Советов, а также косвенно самого Патриарха. В этом случае, а равно в условиях разобщения и невозможности нормальных сношений с Московским Церковным Центром, решение дел, обычно относящихся к компетенции высшей церковной власти, предоставляется епархиальным архиереям на местах. На первый взгляд, указ номер 362 выглядит как инструкция на крайний случай. Однако, за этой его внешней формой гораздо более объемное восприятие реалий жизни русской церкви и перспектива ее дальнейшего устроения. Именно это соборное восприятие отражалось и в позиции святых новомучеников российских кандидатов вместо блюстителей, назначенных Патриархом Тихоном, равно как и исполнявших обязанности местоблюстителя. Все они ссылались на указ номер 362, как на церковно-правовую основу, сознавая здесь крепкую связь с Патриархом Тихоном и нормами Всероссийского Собора. Наделение епархиальных архиереев высшими полномочиями было мерой чрезвычайной, но цель указа номер 362 именно в том, чтобы придать этим мерам легитимность, каноническую основу в русле соборной мысли. Здесь все та же идея об организации церковной жизни по принципу митрополитских округов по образцу Древней Церкви. В указе предвидится, хотя и прикрыто, вариант узурпации власти в Церкви. Говорится о возможности появления, цитата, «непослушных». Это и произошло в мае 1922 года, когда появилась обновленческая ВЦУ. Ипархиальному архиерею в таком случае вменяется в обязанность самостоятельно организовывать церковную жизнь от приходского до ипархиального уровня при содействии православных, цитата, «оставшихся ему верными» с дозволением совершать богослужения, цитата, «в частных домах». В последний год существования ВЦУ, как расшифровывается, Игнать Ихович? Высшее Церковное Управление. Благодарю. Его участники много думали о дальнейшем пути. Указ номер 362. Выражение великой веры в соборность и творческую свободу Церкви, в ее способность сохранять внутреннее единство. Авторы указа номер 362 предвидели, что указанное положение вещей может принять, цитата, «характер длительный и даже постоянный». Епархия, разделенная и восполненная таким образом в своем архиерейском составе, образует не иное что, а, цитата, «церковный круг, наделенный всеми полномочиями для самостоятельной...» Не круг, Сергей, не круг. О, круг, да. Так, еще раз. Епархия, разделенная и восполненная таким образом в своем архиерейском составе, образует не иное что, а церковный округ, наделенный всеми полномочиями для самостоятельной и полноценной церковной жизни. Пункт шестой. В межведомственных отношениях в Германии имелось пространство для маневра. В этом смысле оно отличалось от ситуации в Советской России 20-30-х годов, где было несравнимо тяжелее. Первое. Коринфянам. 7.35. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Первое. Царств. 13.6. «Израилитяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах». Иов 7.11. «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Иов 36.16. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». «Настаивать не нужно на своем, в политике, в религии, в застольях. Допустит Бог, дорога на подъем, даст Бог, и трасса скроется в подполье. Все будет так, как скажет Иегова. Он запланировал, чуть приоткрыв свой план, и топчемся у самого простого, столетия не сдвинув ни на грамм. Мы трудимся, и будет в том успех, что сходится с его святой волей, а прочее лишь курицам на смех, в историю, в отвал, с надсадной болью. Сухие безучастные страницы умерших поколений лишь урок. Так стоило ли нам до смерти биться из-за сомнительных и выброшенных крох? Ах, если бы нас вразумил Создатель не спорить, не настаивать на нашем, а Вышним мы заботиться бы стали. Покорностью был путь в конце украшен. Великим назовется только то, что пишется, творится с Иеговой, все прочее, да мнится мелкотой, и недостойно, может, полуслова. Угодно Богу, чтобы рано встать, слезами умываясь в покаяние, по Библии свой путь с утра сверять, возвышенное в арсенал подтянем. То сладкое, то горькое лекарство, то часто Иисус нам, так часто Иисус нам подает, и не голосовать за белых или красных. Оно сто крадо сгорит, уйдет под лед. Так стоило ли биться до упаду и мучиться идеями масонов? Все разнаряжено, избудется как надо. Пусть совесть, ум об этом нам напомнят. 15 мая 2006 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин